Всем здравствуйте! Обзор одного из самых красивых ножей Victorinox модель Alox серия Alox модель Pioneer 93 мм Вот такие вот у ножа накладочки сделаны из алюминия значок такой рельефный у него вот эта красная краска покрашена нож собран на заклепках латунных как мы видим, аккуратная такая структура здесь есть на второй плашке тут можно выгравировать 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 какую-то надпись имя владельца или еще что-то есть вот такое вот колечко для ключей нож собран на трех заклепках в общем-то вот так тут на клиночке у нас клеймение Victorinox SwissMate, Stunless с этой стороны ничего нету вот такой вот у него клиночек хочу сравнить его с клиночком ножа 91 мм ну будем сравнивать этот нож походу с ножом Victorinox Spartan в общем-то по длине получается но чуть длиннее у Victorinox Spartan длина клинка 62 мм у Aloxo 64 мм но однако посмотрите что мы видим в обухе у Aloxo толщина обуха вот этой самой толстой части я имею вот тут где уже начинаются спуски 2,5 мм у Spartan 1,9 мм такой очень мощный клинок даже в принципе на моделях таких вот у них клинок по-моему вот сейчас даже давайте замеем у них клинок по толщине составляет ну тоже 2,5 мм то есть из таких ножей без замков которые такой наиболее толстый клинок очень мощный такой ну еще он конечно и шире чем ножа Victorinox Spartan в принципе пошире этот клинок но примерно те же функции он может выполнять что и клинок в 91 мм ноже можно и по продуктам поработать что-то порезать но вот клинок тут конечно помощнее такой он не симметричный можно сказать но это связано со вторым инструментом который есть в этом ноже такое вот шило вот видите оно более длинное чем у ноже 91 мм так сейчас сравним ну хотя в принципе нет но режущая кромка у него подлиннее вот видите по длине у него режущая кромка отверстия у него отсутствует но само шило потоньше и острие у него такое тоненькое очень деликатное видите даже маленько загнулось при работе по дереву но работать этим шилом в принципе удобнее и быстрее в общем то хорошо что здесь расположено шило это достаточно удобно но оно как то им больше вот в чем то пластике отверстие делать в ткани но вот этим как то по дереву оно более прочное такое более толстое более мощное в принципе поудобнее то есть форма клинка такая вот изогнутая у нас связана с тем что в этом же еду идет и шило и чтобы эти два инструмента размещались в одном еду вот таким вот образом пришлось делать клинок несимметричным второй ряд у нас идет вот такая вот открывашка для бутылок сразу сравним ее с викторинексовской пружина здесь конечно значительно мощнее чем на Ж91 мм ну толще сами инструменты сами пружины вот мы видим что сама отвертка толще шеи мощнее в общем то я не думаю что так много начнется шильцевых винтов которые поширенее подойдут она больше как такая фомочка но вот это больше как что то можно и открутить найдутся конечно такие винты ну а уже таким маленьким ножичком их крутить там соответственно отвертку на нормальную мощную в принципе в общем вот такие вот у нас отверточки ну такая она прям мощная прям чувство уверенности вызывает вполне можно что то подковырнуть поддеть достаточно мощная отвертка следующий инструмент в принципе и последний в этом ноже это у нас вот такая вот в принципе ну вот такая вот классическая открывашка для консерв мы тоже сравним сразу размеры по моему примерно они одинаковые ну по толщине соответственно это тоже толще чем у ноже Спартан в общем то вот такой вот ножичек интересный толщина рукояти у него кстати тем не менее потоньше чем у Спартана у Спартана она 14 миллиметров а вот у Алокса 12 миллиметров то есть он более компактный такой пружины более мощный прям все настолько мощно щелкает вот попробуем даже клиночек прям даже вот сложно одним пальцем закрыть если вот тут как бы особых проблем это не вызывает то тут ну прям такой прям здоровяк вот шило достаточно удачное отверточка мощная какая-то тоже ух ты как вытащить вот эту вот кровашечку с отверточкой прямо туго так идет еще и ногти подстриг прям мощно так фиксируется тоже в таком положении накладочки достаточно приятные на ощупь на морозе я думаю все таки вот эти накладки будут более удачные в таком вот ноже ну в принципе достаточно интересные накладочки вполне такие для руки приятные нож удерживаются тут на спинке нету никаких инструментов ни шил ни штопоров в плашках соответственно тоже нету ни пинцета ни зубочистки соответственно и отверстия под булавку нету так как штопора тоже нету в общем-то небольшой это минус я считаю для кого-то минус для кого-то не очень все сделано с фиксовым качеством достаточно аккуратно вполне приятный такой ножичек насечка тут такая совершенно не цепкая совершенно гладенькая карман рвать не будет вообще ну где этот ножик использовать я вижу вот этот что вот этот что вот этот ножик например ну в городе взять дополнение например вот к этому ножу вот вы носите какой-то основной большой ну и расширенный функционал тоже надо иметь эти два ножика места много не займут и они достаточно легкие кстати забыл сказать аокс пионер весит 70 грамм аспартан 60 грамм ну аокс конечно мощнее в принципе оправдан этот вес или вот в дополнение например в дополнение к основному ножу на природе то есть есть такой хороший мощный фиксит и вот в качестве открывашки для консерв небольшого ножичка вспомогательного штопора шила ну тут штопора нету маленького клиночка тоже нету взять вот какой-то из этих ножичков например также и в городе есть один какой-то крупный ножичек чтобы там пощелкать повыпендриваться так сказать там вот это все повыделывать ну вот зато где-то посылочку лучше взять такой вот небольшой ножичек на почте ни у кого не вызовет никаких никаких страхов достаточно политкорректный ножичек ну то есть у этого преимущества есть штопор пинцетик зубочистка в принципе булавку сюда можно пристроить тоже булавочка ну штопор соответственно отвертку часовую маленький клинок у него еще есть ну вечно мой взгляд достаточно полезный какие-нибудь посылочки срывать ну тут в принципе вот это вот шило оно тоже достаточно острое какой-то скотч на посылках какую-то бумагу какой-то конверт бумажный вот так вот можно в принципе им разрезать в какой-то мере возможно он даже это и заменит этот инструмент ну в общем-то для кого не принципиально наличие штопора маленького клинка пинцета зубочистки и всех тех функций которые добавляют штопор то есть наличие булавки и небольшой часовой отвертки можно спокойно взять вот этот вот алоксон крепче его он прям в руке вот так вот можно какой-то взять вот так стекло разбить что-то еще он достаточно крепкий такой плотный очень такой приятный просто очень сверху гладненький в принципе даже поэтому его держать-то поудобнее ну рукоять обычный кусок мыла любому человеку будет ее держать удобно тут не добавить не убавить можно вот так вот аккуратненько взяться вот даже за этот чой он тут побольше чем у спартана что-то аккуратно строгать кому-то надо да достаточно интересный нож ну в общем ниша применения его дополнительный нож в походе заширяющий функционал да и так же и в городе в городе еще удачный может вот такой вот компакт быть тоже весьма весьма удачный но если цена компакта отпугивает или ножницы как-то не особо нужны просто человек хочет иметь какой-то ножик вот или вот взяли двухрядничек если там ножи манту к своему там основному ножу какому-нибудь которому можно щелкать такому тактическому толстому который тактический если он будет он нифига резать толком не будет будет выглядеть страшно ну взять вот такой маленький ножичек достаточно политкорепный с расширенным функционалом так же и в походе что бы я вот в этот нож добавил ну все говорят что ножницы бы сюда добавили но их нет с ножницами максимальный максимальный размер у них это есть еще с пилой есть у них компо-открывашка стоит и клинок например клинок электрика клинок садовника ну тоже достаточно интересно возможно как-нибудь куплю я себе что-то подобное сделаю обзор с удовольствием ну нравится мне этот нож сам я беру его иногда в походы иногда в городе его ношу в качестве DC ну понятно что не хватает вот функции я бы конечно что-то тоже сюда добавил ну а еще как можно на мой взгляд было бы его усовершенствовать это сделать его размером там например на 93 миллиметра а ну скажем 103 миллиметра клинок бы стал на сантиметр длиннее он был бы уже 74 миллиметра и вполне можно было бы им по продуктам работать ну то есть это был бы еще и не вот такой вот крупный солдатский нож но такой обычный складной нож но уже с возможностью таким длинным клинком которого бы уже и хватало вполне для DC задачи думаю это было бы интересно если бы он был все-таки подлиннее ну вот так ножик мне конечно нравится кому нужен функционал пускай убирают 91 миллиметровые модели а вот ради красоты ради прочности кому нужна крепкость конструкции красивые накладочки возможность выгравить что-то у меня сегодня короче происходит с камерой останавливается на съемку видимо не понравилось и как я говорю выгравировать свое имя или какую-то какую-то надпись подарочную ну вот этот ножик будет оптимальный есть они анонтированные есть в размере 74 миллиметра маленькие наключные есть тоже такие с такими же накладочками ну в общем-то классные приятные накладочки на мой взгляд таких только нет вот 91 миллиметра было бы достаточно интересно кстати вот такие накладки на них иметь тоже на мой взгляд все приятно сделано все красиво четко все щелкает все мощно аккуратно из таких вот такого формата офицерского наиболее мощный нож в общем-то спокойно могу порекомендовать его к покупке да что сегодня со мной такое выгравировать к покупке этот ножик ну любому любителю викторинокс да и в принципе как и любой нож можно порекомендовать выбрать функционал для себя подумать где его применять в качестве второго ножа или даже в качестве снова в городе вполне его можно или в качестве второго на природе или даже в качестве второго в городе вполне можно его применять в общем-то любому человеку я могу его посоветовать ну на этом я с вами прощаюсь далее мы сравним их Вот с этим ножом Устроим какие-то тесты, постаргаем деревья Дополнительные инструменты будем использовать Ну а пока на этом я с вами прощаюсь Желаю всем хорошего дня Всех благ и до свидания